Сегодня день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. Выбрана эта дата не случайно. В 89-м году, именно 15 февраля, закончился вывод советских войск из Афганистана. Ушедших навсегда сегодня вспомнили на митинге у мемориала в Архангельске слово Лидии Папуш. В феврале 89-го эти кадры облетели весь мир. Последняя колонна советской техники с солдатами на борту пересекает афганскую границу. Позади остались больше 9 лет войны. Момент, которого советский народ ждал с нетерпением. Особенно те, кто сам исполнял интернациональный долг. Радостно было, что не будут приходить гробы, не будут матери прорывать слезы, груз 200 не будет приходить. Это было отрадно, что закончилось. Мы уже в 88-м году начали вешать мемориальные доски, уже в 88-м году мы начали думать, как лукавечить наших ребят. В память о погибших в Афганистане на Вологодском кладбище установлен мемориал, куда сегодня приходят прошедшие войну и родители погибших. У Валентины Кобылинской Афганистан забрал сына Андрея. Мама вспоминает, в марте 85-го он уже готовился к демобилизации, но волей случая оказался в бою на перевале Саланг, из которого уже не вернулся. Он хотел туда, он сказал, я на них похож, меня не убьют. Он такой темненький, высокий, ну красивый парень, очень работящий. Ночью не спится, вспоминаешь все, очень тяжело. Все вспоминаешь вот с такого возраста и до взрослого. Тяжело. За 9 лет войны на территории Афганистана погибли 88 военнослужащих из Архангельской области. Память о них и всех погибших воинах-интернационалистах почтили минутой молчания. Они с честью выполнили свой воинский и гражданский долг, оказав неоценимую помощь братскому ближневосточному народу в борьбе с международным терроризмом и экстремистскими группировками. Низкий им поклон за этот ратный и человеческий подвиг. Спасибо вам, матери и отцы, воспитавших Горо, вечная память нашим северянам. Главное, о чем сегодня думал каждый из пришедших к мемориалу, нельзя забыть и никогда нельзя повторить. Лидия Папуш, Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, Регион 29.